Но нет боевого духа, откуда он возьмется, если все там устали? Вы чувствуете, что надо всех вообще убрать и новых набрать? Пусть плохо играет, зато будут свеженькие. Перед этим сезоном видно было по статистике, грубо говоря, по каким-то видеонарезкам, что ребята действительно талантливые пришли в этом году, и все рассчитывали, что наконец-то пришло, все в этом году у нас все пойдет, наконец-то. А получилось еще хуже, чем в прошлом, когда играли только своими, там собирали копейки последние. Но, тем не менее, было желание, а сейчас как-то проблемы с желанием, с мотивацией. Видно, что не горят глаза только у молодых, у тех самых, которых привлекают. Запчасти привезли фирменные, а сборку не обеспечили. То есть, условно говоря, на выходе с конвейера получили опять Калину. Слушайте, я... Это типичная беда. Вы знаете, я лично, ну вот с каждой игрой я все больше и больше игроков узнаю. То есть, для меня я вышел просто, вот, для меня там Алексей Булатов, стрельцы там. Вот я просто знаю, которые на слуху, за которых я там болел, переживал. Сейчас я уже полкоманды. Не по номерам, а по игре, условно говоря. Это разные вещи, да? Когда ты видишь номер, когда ты видишь смены, и когда ты видишь, кто как борется. Енис Макаров, который не проигрывает у борта, который просто борется, въедается. Хотя статистика, ну, наверное, одна из самых худших. То есть, здесь вот нельзя говорить о том, что... И вот когда ты начал за все это болеть, за все, за это разбираться, я как бы хочу сказать, что ребята-то бьются. И по отдельности, действительно, очень сильная команда. Каждый из них представляет, каждый где-то играл, каждый Гусев, это действительно ветеран, который он сейчас тянет, он сейчас реально просто... Его сейчас, на данный момент, пытаются забрать в очень хороший клуб. Он говорит, я не уйду, Серега, я пришел, я буду стоять до конца. И со многими вот ребятами, я общаюсь, со многими мы разговариваем, я вижу, что у них есть какой-то завод, у них есть некая злость. Им не хватает, не знаю чего. Ну, может быть, предположим, приедет Джеффри Лумпул, и что-то вот случится, и завяжется, и... Ну, думаю, не... Хотя, но может быть. Возможно, да. Алексей, вот вы что сделаете, если автомобилист повторит судьбу пермского клуба «Молот»? Ну, то есть, вот останется на Урале Челябинск, ну и там по западнее Казань. Крубо говоря, вылетит ниже лигу. Ну, будем поддерживать до конца команду все равно. У нас большинство болельщиков поддерживают команду еще со времен высшей лиги, с 2006-2007 годов. То есть, как сформировался вот эта любовь к команде сейчас, они будут, даже если на любительском уровне играть, я думаю, что никто не отвернется. Потому что вот в чем еще, как бы, самая обидная ситуация в том, что, ну, мы ездим по разным городам, видим какое там отношение к командам. И, в принципе, ну, не везде болельщики такие вот именно преданные, фанатичные. Команды пять поражений подряд, все, на автомобилис никто не идет. Грубо говоря, в том же Омске мы можем собрать пять тысяч человек после неудачной серии. Потом Авангард на следующий сезон выигрывает пять матчей подряд. У нас уже полные трибуны на автомобилис приходят. То есть, вот такое отношение. У нас полные трибуны практически всегда. В этом я соглашусь. Поэтому для меня было удивление, когда, ну, вот, казалось бы уже, ну, вот, нет, все равно, как бы, и верят, и идут, и болеют, и правильно делают. Я еще лишний раз даже хочу обратиться к болельщикам. Давайте поддержим. И сегодня я сказал исполняющему тренеру, что спасибо там в лице команды, что ребята бьются, и мы это видим, мы болели и будем болеть. Замечательно. Но никто не отвернется, потому что, ну, это нельзя, это мы уже отдали. Хорошо, мы в свое время КВН отдали Челябинску, сейчас отдали еще хоккей. Ну, так давай, ну как, зачем, друзья? А мы КВН отдали Челябинску? Да. Ваши отношения понятны. Нет, центральная лига, у нас центральная лига.